И где делается упор именно на экшен, на постановку трюков там различных и прочее. Проект двух человек, как я понимаю, то есть вот режиссер, который где-то там за кадром, и Киан Дрюкс, который в кадре. Ну не то чтобы оригинс, то есть если кто не понимает, начало, да, то есть какой-то вот... Просто вот история этого персонажа, она скорее всего, собственно... Примет костюм человека. Да, она примет, да, собственно, вот пост супергероя, тем более, кстати, это тоже по канону. Это мультсериал про говорящие боевое дерево. И фильмы обещают быть. По крайней мере, уже выходят трейлеры. Самые громкие новинки, самые интересные моменты мы обсудим, конечно, прямо сейчас с нашим дружественным видеоблогером Ильей Маклауд. Илья, привет. Доброе утро. Учитывая, что мы с тобой уже затронули тему Джона Уика, который, я скажу, для зрителей вышел трейлер четвертой части, который, то есть из-за пандемии, то есть из-за чего-то откладывался вроде на два года. И вот сейчас... На три даже, по-моему, да. И вот сейчас, говорят, что у нас скоро будет. Опять показывают трейлер, где какие-то зубодробительные драки, арбалеты, боевые собаки. Я смотрел все три части. Меняется только уровень спецэффектов. Я не знаю, зачем я смотрю это, но, в принципе, захватывает. Скажи свое мнение, для кого это и вообще к чему идет Джон Вик? Ну, Джон Вик, это действительно, если, опять же, кто смотрел предыдущие части, видели трейлер, то я так понимаю, что это, в общем-то, такое же не сильно глубокое кино в плане сюжета. И где делается упор именно на экшен, на постановку трюков там различных и прочее, на определенный уровень вот этого адреналина, который, может быть, у кого-то зашкаливает при просмотре. Ну, вот, собственно, и все. То есть я так понимаю, ну, как вот я по себе могу судить, по своему зрительскому опыту, есть небольшая, условно, такая где-то внутри жажда насилия, да. И вот, если смотреть боевики, она... Для нас Илья открывается с новостями. Да, да. Жажда насилия, продолжается. Да, вот. И вот при просмотре боевиков эта жажда, как бы, она удовлетворяется, как, во всяком случае, у меня. То есть я посмотрел там один-два фильма, причем даже не очень часто, и это замечательно, интересно провожу время. И, собственно, да, такие фильмы, как бы, вот, наверное, для таких людей, как я. Или, может быть, у кого-то по-другому, но вот они снимаются, да. Мне кажется, что не будь там Киана Ривза, который все-таки является таким актером первой величины, фильм мог бы потеряться. Как ты думаешь, насколько все-таки вывозит сюжет эту линию? Или все-таки это действительно такая фан-база Киана Ривза, который возрождает франшизу и дает им новую жизнь? Потому что все три части Джона Уика, которые вышли, у них такой открытый финал, начинается с того же места, и просто увеличивается масштаб вот этой вот заварушки между этими киллерами. Ну, опять же, это, во всех случаях я так понимаю, что это не только как проект Киана Ривза, да, это, собственно, и режиссер, там, один и тот же во всех четырех фильмах. То есть это его какой-то такой проект, он, по-моему, вообще ничего больше не снимал. По-моему, Хищная птица, вот, Старли Квин, он что-то там участвовал, по-моему, во втором составе, короче говоря, вторая съемочная группа, да, то есть помогал снимать. То есть вот, опять же, проект двух человек, как я понимаю, то есть вот режиссер, который где-то там за кадром, и Киану Ривз, который в кадре. Вот, с кучей отсылок, опять же, там, если внимательно смотреть, если есть большой достаточно зрительский опыт, там вот, во всяком случае, со второй части, начиная, там идут отсылки к классическим всяким боевиковым моментам, с третьей части, там, по-моему, отсылки уже к королям Киану Ривза идут к различным, то есть просто вот, ну, такой вот фан-сервис. Да, и небольшой есть, вот, я думаю, наверное, вот для таких людей. А давай такую, мы не можем просто с тобой инициативировать тему Марвел, мне кажется, что каждый раз, когда мы приходим, мы обсуждаем новинку Марвел, и они выпускают что-то быстрее, чем мы даже обсуждаем. И вот опять появился трейлер «Я есть груд». Я для телезрителей скажу, что насколько вообще дошла вот эта вот индустрия. Это мультсериал про говорящее боевое дерево, которое все интонации, кстати, в фильме это был Бен Дизель, по-моему, говорил, «Я есть груд». Что же получилось, так сказать, из этого дерева получить в этот раз? Для кого это? Не слишком ли это вообще детская история? Ну, возможно, да. То есть там пять эпизодов, я, насколько помню, они еще не вышли, соответственно, выходят они сразу на стриминги. И, ну вот, скажем так, видимо, Дисней решили, что как бы есть у нас ходить в кино где-то у кого-то, да, кто-то ходит в кино, смотрит большие проекты. То есть вот мы обсуждали «Мисс Марвел», сейчас у нас «Женщина Халк» очень скоро выходит, тоже сериал. «Женщина-женщина», сейчас «Повесточка» рулит. Нет, это тоже все по канону самое интересное. Мне кажется, столько написали и нарисовали, что там можно канон прям подбирать. Вот, и решили, что как бы, ну, почему нет, мы охватим давайте и совсем детскую аудиторию, да, у них, кстати, по-моему, готовится аналогичный проект по «Звездным войнам», что-то очень похожее. Ну, а также, получается, вот этот мультик, он тоже впишется вот в эту киновселенную, в пятую-шестую фазу, которая сейчас заявлена. Я, насколько понял, не совсем. Там это все-таки идет некий такой проект, который рассказывает просто историю вот этого персонажа. То есть это некий такой, ну, не то чтобы оригинс, то есть, если кто не понимает, начало, да, то есть какой-то вот. Просто вот история этого персонажа, как-то они их впишут, возможно, да, что как это будет учитываться, а может быть и никак не будет учитываться, просто нам расскажут про этого персонажа. Он все-таки не совсем в фокусе был всех этих фильмов, хотя достаточно действительно харизматичный персонаж. Он там все спас всех стражей галактики однажды. Был дел, да. Мы не будем это спорить. Давай перейдем к более громкой премьере, тем более это интересно. «Черная пантера», которая заявлена вторая часть, и здесь такой есть момент, что главный актер, который играл «Черную пантеру», собственно, он умер. Да, скончался. Получается, что нужно как-то выстроить сюжет, чтобы экономичнее дать дань памяти. Что известно про «Черную пантеру 2»? Там вышел первый трейлер. Честно говоря, понятно, не очень много пока что. Там в основном сюжет, это больше даже тизер, то есть сюжет пока что в стороне. Пока действительно понятно, что не будет его там, потому что его уже только два года, и по-моему, нет его уже как. И поэтому они снимали без него, естественно. Я так понимаю, не будут они использовать CGI, вот этот модный, чтобы как-то актера возродить. Просто действительно где-то за кадром персонажа куда-то уведут. Вот, тем не менее. То есть я так подозреваю, что, скорее всего, вот эта вот его сестра, персонажа, она, скорее всего, собственно... Примет костюм человека. Тем более, кстати, это тоже по канону, то есть был и такой комикс, и, скорее всего, так и будет. Либо будет что-то еще. То есть Марвел и Диснея не могут удивить, у них всегда как бы такой свой подход, несмотря на то, что вот я уже сколько раз сегодня сказал, что канон не канон. У них всегда свое представление, все-таки действительно кино это кино, комикс это комикс, они могут сделать по-другому. Вот, ну, будем посмотреть. Но ждешь ли ты эту новинку? Да, это интересно. Ну, я на самом деле все практически смотрю из Марвелла. Это еще связано с тем, о чем мы в прошлый раз говорили. Потому что если что-то пропускать, потом можно запутаться в сюжете. Да, даже если вот это конкретно мне не интересно, скорее всего, события этого фильма или там сериала, они будут, да, учитываться. И потом, да, то есть я посмотрю. Спасибо большое, тогда смотри, а мы будем ждать твоих новых обзоров и обсуждения здесь. Субтитры сделал DimaTorzok